Взяли второе место. В нашем регионе либерал-демократы обошли коммунистов на 4%. Хотя в целом по стране у ЛДПР лишь третье место. Результат, говорят сторонники Жириновского, хороший. Область раньше относили к красному сектору. КПРФ здесь поддерживали многие. Преломить ситуацию удалось благодаря предвыборной кампании. Мы не занимались грязными историями, мы не ворошили какие-то грязные факты. Мы просто шли к людям, рассказывали о себе, рассказывали о той профессиональной программе, которая была подготовлена партией ЛДПР и решали проблемы конкретных людей. Хотя, говорят либерал-демократы, были в предвыборной кампании минусы. Против партии власти не пойдешь. У Единой России рычагов влияния на народ больше. Аудиторию у жириновцев отнимают. А вот с соперниками из оппозиции ситуация другая. Те во время кампании игнорировали даже дебаты. Я неоднократно присутствовал и на радио, и на телевидении один. И дебатировать мне не было ни с кем было. Конечно, я считаю, что это все-таки был плюс. То, что вот то время, которое от конкурентов переходило, в это время мы смогли донести больше информации о нашей программе партии. Может быть, это и тоже повлияло на то, чтобы народ все-таки узнал о наших конкретных делах. Этот момент, связанный с депутатами и андомандатниками, почему нам гораздо сложнее, потому что, а, это финансы огромные, б, это административный ресурс, начиная от авторитета президента, который выступает за партию власти, и заканчивая невозможностью, в принципе, где-то добраться даже до сотрудников того или иного предприятия. Но владимирцы на ЛДПР рассчитывают. Как говорят сами партийцы, в региональное отделение за предвыборную кампанию поступило больше тысячи обращений от жителей области. Решали вопросы и с сельскими ФАПами, и с районными дорогами. Разбираться приходилось в разных ситуациях. В Юрии в Польском долгое время чиновники не могли решить, там на дом бабушки нависал огромное дерево, а понятно, как чиновники относятся, денег нет. Глава муниципального сельского соединения говорит, ничего сделать не могу, что-то надо решать. Но давайте дождемся, когда там дерево рухнет, и бабушка это передает. Адресную помощь жителям после выборов оказывать продолжат. На следующую избирательную кампанию у либерал-демократов цель уже есть. Забрать большинство голосов избирателей. Потенциал в нашем регионе, говорят жириновцы, для этого есть. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.